Дамы и господа, продолжаем передачу пресс-клуб. Напомню, что гость сегодняшней программы Алексей Никитин, писатель, он находится в Киеве, и Алексей Купсон, блогер, обозреватель, политический аналитик, который находится в Соединенных Штатах, в данном случае в Нью-Йорке. Ну что, Алексей, давайте продолжим эту тему, связанную с Байденом. Это уже разговор о действующем президенте. И, кстати, мы, поскольку говорили об импичменте, вот последняя резолюция об импичменте, она уже не первая, которая касается действующего президента. А вот этот документ последний, он назван следующим образом. Импичмент президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена из-за злоупотребления властью путем содействия взяточничеству и другим серьезным преступлениям и правонарушениям. Ну вот так. Так что, в данном случае, ваш взгляд, но это уже тема, которая касается, опять-таки, Украину, поскольку Украины, поскольку Хантер Байден, одна из стран, где он обогащался, это как раз Украина, это компания Буризма, много всего вокруг этой компании и ее руководителя обговорено, наговорено. И, кстати, один из тех, кто проходит сейчас по последнему делу Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, Рудольф Джулиани, он ведь тоже должен будет, там 18 человек вместе с Трампом, вот эти последнее дело в Джорджии, вот, его тоже притянули к этому. Ну, я прекрасно помню, как Джулиани, он посетил Киев, брал, кстати, интервью у генерального прокурора Украины в то время, когда Байден-старший был вице-президентом Шокина, вот, поскольку одно из требований Джо Байдена к Порошенко в то время президенту было, чтобы тот убрал этого Шокина, который слишком рьяно расследует деятельность Хантера Байдена в Украине. И, как бы, разговор шел о том, что тогда вице-президент не будет против и даст ход переводу одного миллиарда долларов в Украину. Ну, вот такая вот, простая такая схемка, такой элементарненький разговор, обмен и так далее. Ну, что, конечно, замечательно характеризует, опять-таки, Джо Байдена, в кавычках, замечательно. А ваш комментарий по поводу вот этой семьи, этого партнерства, сын и отец, Алексей? Да, ну, все-таки я бы разделял вот эти две фигуры, Джо Байдена и Хантера Байдена, это разные люди. Хантер Байден – совершеннолетний человек, он сам отвечает за свои поступки, за свои дела. Довольно часто складывается так, что у политиков дети не отвечают всем безусловным идеалам, которые мы хотим в них видеть. Разделим двух этих людей. Хантер Байден – это отдельный человек. Поэтому, все-таки, вот, сто процентов перекладывать на Джо Байдена его достоинства, недостатки, в большей степени мы говорим о недостатках, ну, я думаю, все-таки не совсем корректно. Алексей, у меня сразу к вам вопрос. Когда говорят о Хантере Байдене, как о человеке, который и с наркотиками имеет дело, и оружие, кстати, держал незаконно, поскольку, если у тебя обвинение в наркотиках, то ты просто не имеешь права на то, чтобы держать оружие. Вот. Но это, да, это вот проблемы Хантера Байдена. Кстати, проблемы его связаны… Это безусловно, безусловно, да. И проблемы там связанные с какими-то проститутками и так далее – это его проблемы. И на самом деле была бы, я еще раз говорю, у него другая фамилия, кто бы вообще это видел и знал. Но мы говорим о том, что связка-то существует, и существует доказательство того, что если бы Хантер не носил эту фамилию, ему бы не удалось зарабатывать. И эта фамилия, она ему открывала двери куда угодно. И зарабатывал он, оказывается, делясь со своим папочкой. И разговор идет о том, что заработали они больше 20 миллионов долларов. Там же еще одна проблема. Разговор там о 8,5 – 8 миллионов 300 тысяч долларов, с которых он не заплатил налога 2 миллиона 200 тысяч долларов. Он еще и вот такой вот замечательный американец. Другому бы это просто не… Ну как, я не заплатил налогов больше 2 миллиона долларов. Конечно, мне бы было бы, если просто вот не Байден, мне, как американцу, было бы очень и очень круто, потому что АРС на меня бы так насела, что я бы не знал, куда деваться. Но не Байден. Байден уходит от ответа. Если бы республиканцы не возмутились, вполне возможно, вот это соглашение с судом, оно бы стало реальностью. Иными словами, в том-то все и дело, что мы не можем рассматривать просто какого-то Хантера, который вот так-то, так-то себя вел. Когда мы говорим о Хантере Байдене, именно благодаря своей фамилии, благодаря тому, что папа отвечал за сына и, видимо, с ним сын делился. Как раз мы не можем их разделить. В этом-то все и дело. Это вот такая спайка, это такой союз между отцом и сыном, который, ну, он однозначно коррупционный. Конечно, суд это все будет расследовать, я надеюсь. И когда-нибудь мы можем, можно будет сказать точно, что вот это, эти люди занимались коррупцией. Сейчас мы можем только предположить, говоря об этом. Но я не представляю, как сегодня можно их разделить, отца и сына, когда они занимались одним и тем же. Они зарабатывали. На том, что вице-президентом при Бараке Обаме был Джо Байден. Алексей. Ну, я согласен принципиально и категорически с тем утверждением, что суд должен это расследовать и вынести вердикт. Потому что как строятся отношения между отцом и сыном, я даже приблизительно себе не представляю. Но точно знаю, что невозможно механически переносить претензии, которые предъявляются к сыну, на личность, на фигуру его отца. Тем более, конечно, если президент Сейгенович. Как вы считаете, Алекс, мы говорим о том, что механически здесь перенесено вина Хантера Байдена, сына на отца? Я здесь, Сергей, с вами согласен, что поскольку утверждается, что Хантер сам открыто подчеркивал, что он сын тогда еще вице-президента США, то здесь есть повод для коррупции. Просто, знаете, я вот когда думаю об этом, и Байден требовал и добился вроде как увольнения генпрокурора Шокина в свое время, потому что тот слишком под его сына. Трамп под конец кампании 2020 года, как известно, пытался получить от Зеленского что-то вроде компромата как раз на эту тему. И я думаю, что насколько Украина еще тогда, за несколько лет до полномасштабного нападения путинской России, вошла в мейнстрим американской политики. Украина обогнала страны типа Израиля, Пуэрто-Рико, Австралии в гонке за право считаться 51 штатом США. Вот это, честно говоря, мне скорее приятно. Пусть даже через такие не очень приятные, не очень красивые истории, но то, что Украина так близка для Америки и так важна, это само по себе мне, честно говоря, нравится. Да, это я согласен с вами. Это вы, как, даже не остроумно, а умно подметили, я согласен с этим, что Украина, в общем-то, она заняла вот в политикуме в Соединенных Штатах место еще до того, как Россия развязала войну. То есть до 24 февраля 2022 года, ну и опять-таки, наверное, и раньше, в 2021 году, когда стало известно осенью, что Путин нападет, Украина уже тогда появилась, в общем-то, как страна, которая вдруг, вдруг американцы ее обнаружили на карте. И, в общем-то, если позвольте, просто такая ремарка, что если говорить об импичменте Байдена, я бы ему скорее предъявил основание импичмента за его заявление о том, что если, скажем, Путин проведет маленькое вторжение в Украину, то это, мол, ничего. Мы за это закроем глаза. А с другой стороны, вот что заставляет опасаться сторонников Украины в возможной победе Трампа, это когда он говорит, например, что он вернет Белый дом генерала Флина. Генерала Флина, который известный русофил, ну ладно, он русофил, он Путинофил, он Кремлефил, и это нельзя. Вот из-за первого скандала вокруг Трампа, именно когда он уже стал президентом, был связан с генералом Флином, тогдашним его первым назначенцем на пост советника по нацбезопасности. Вице-президент Пенс, как утверждает, сказал, либо ты его увольняешь, либо я ухожу. Вот, честно говоря, вот когда Трамп продолжает заигрывать с такими идеями, это заставляет действительно нервничать. Зачем? Зачем ты вспоминаешь этого человека, из-за которого ты сам едва не потерял президентство в первые же свои месяцы? Ну зачем это вспоминать? Зачем такие кивоки в пользу Путина? Да, вот зачем Трамп? Да, да, Алекс, я вот здесь с вами соглашусь на все 150%. Моя позиция, я вижу Трампа в его президентской каденции как историческую личность, он немало сделал во внешней политике, немало он начал и во внутренней политике в стране. Но это человек, который вот говорит иногда то, что и не следует сказать, пишет то, что не нужно писать. В общем-то он враг сам себе. Когда он нередко открывает рот, иногда думаешь, зачем? Зачем ты это делаешь? С другой стороны, видимо, он настолько шоумен, он же не политик, он в общем-то шоумен. Вот, настолько, видимо, ему нравится вот быть в центре внимания, что он готов ради того, чтобы вот эту вот свою роль отыгрывать, ну, всяко возбуждать толпу, да. Вот иногда нести то, что, ну, ты просто думаешь, зачем человек это говорит. Ну, это вечная претензия к Трампу, опять-таки, я бы не хотел, чтобы мы путали его характеристики личностные с его достижениями и какими-то, в общем-то, планами, которые он реализовал как президент. Я всегда говорил на личностном уровне, я бы не хотел иметь такого друга, даже знакомого, как Трамп, в общем-то. Он иногда, я еще раз говорю, очень сильно разочаровывает. Давайте мы теперь перейдем, у нас осталось еще какое-то количество времени, перейдем к украинской теме, но я бы хотел начать, наверное, теперь его называют план Йенсена, да, который прожил меньше суток. Я говорю о высказывании главы офиса генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, ну, это, в общем-то, правая рука Столтенберга, генерального секретаря Североатлантического альянса, вот, который говорил о том, что Украина может вступить НАТО в обмен на территориальные уступки России. Потом он назвал тут же это высказывание ошибочным и так далее. Ну, вот, здесь мы обсуждали в течение недели в утренней программе с нашими корреспондентами о том, что иногда человек вдруг, вот, высказывает то, что думает, то, что, наверное, говорить бы не следовало. Такой резонанс это заявление вызвало, поскольку существует определенная такая страта, вот, и в НАТО, и в Европе, и у нас, в Соединенных Штатах, которые хотят как можно быстрее войну закончить, усадив Украину и Россию за стол переговоров, но, исходя из того, как видит эта Украина и как и что говорит Путин, им разговаривать-то, в общем-то, не о чем. Совершенно разные взгляды на будущее Украины, на будущее взаимоотношения между Украиной и Россией. И здесь вот то, что он проговорился, то, что он высказал, поэтому, наверное, и вызывает такую вот, такую реакцию и в Украине, и во всем мире, поскольку какая-то часть политиков, военных, она так и мыслит. Ну, в конце концов, отдайте территорию, мы потом возьмем вас под наш зонтик и закончим уже эту войну. Отдайте территорию, ну, что вам, что в этом бою? Это, конечно, это ужасная позиция, на мой взгляд, но есть люди, которые ее хотят провести в жизни. Алексей, ваш комментарий по этому поводу. Ну, тут надо четко понимать, что сейчас Украина воюет меньшей армией, численно, у которой меньше оружия и некоторых видов вооружения нет совсем. Вот. То есть, вот Украина против России воюет вот в таком состоянии. Но при этом, ну, и украинские политические руководители, и военные ставят перед украинской армией задачу, грубо говоря, победы, по крайней мере, частичной победы вот в этой ситуации. И я думаю, что она будет достигнута все-таки. Вот при всем том, что я сказал, что людей меньше, и оружия меньше, и некоторых видов вооружений нет, тем не менее, я думаю, что частичная победа достигнута будет. И это то главное, что, в общем, не дает, не позволяет прислушиваться вот к таким советам, советам, условно, благоразумных людей. Давайте же чем-то что-то уступим, но найдем какое-то более глобальное решение. Пока украинское, ни политическое, ни военное руководство, ни, в общем-то, украинское общество не готовы воспринимать такого рода советы, поэтому, собственно говоря, и советчикам приходится брать свои слова назад, отказываться от них и так далее. Как это все будет в дальнейшем, ну, время покажет. Пока очень сложно, очень сложно, реально очень сложно прогнозировать. Украинская армия настроена сражаться. И если вдруг политическое руководство в какой-то момент остановит, попытается остановить ее, это вызовет внутренний конфликт. Я думаю, что политическое руководство Украины сейчас это очень хорошо понимает. Остановить украинскую армию, украинский народ, готовых сражаться, сейчас невозможно. Как это будет в будущем, посмотрим, но не сейчас, не сейчас, безусловно. Алекс, ваш комментарий по поводу этого высказывания Янсена, я еще раз говорю, он высказал какие-то мысли, которые не у него одного. И здесь, наверное, нужно подчеркнуть, что у Украины и у Запада, в принципе, в этой войне разные цели. У Украины победить и чтобы Россия проиграла, а у Запада, чтобы Украина выиграла, но при этом Россия не проиграла. Там страшно опасаются распада России, что будем делать с этими ядерными установками и так далее. Это разные цели, как вы считаете? Ну да, Запад очень часто показывает себя неуспевающим за реальным темпом перемен в мире, которые все равно наступают. Но это повторение 91-го года приезда Буша-старшего в Киеве, его знаменитой, печально знаменитой речи «Chicken Kiev speech», где он призывал Украину не добиваться слишком решительно независимости от СССР, потому что у нас важные дешевты с Горбачевым остались. Как мы знаем, через месяц или полтора случился ГКЧП, а через полгода СССР просто не стало. По воле истории, даже хотя Запад этого не хотел. Я вообще считаю, что это не Украина должна добиваться членства в НАТО. НАТО сейчас должна добиваться членства в Украине. В том смысле, что престижнее как бы Украиной быть, чем НАТО. НАТО ведет себя довольно, так, знаете, сомнительно. Но что касается самого этого плана, вы знаете, теоретически на него можно было бы пойти. Вот я харьковчанин. У нас все-таки на Харьковщине, наверное, украинская идентичность покрепче была, чем, например, в Донецке или Крыму. И вот теоретически такой вариант, вот Украина, ведь Устав НАТО, насколько я понимаю, требует, чтобы кандидаты на вступление не вели активных военных действий. Вопрос о признании и непризнании территорий потерянными там, или все еще своими, его как-то можно теоретически обойти. И я бы даже не стал это считать поражением Украины и победой Путина, потому что Путин хотел уничтожить всю Украину. Он хотел всю Украину вернуть под свой ноготь. Так же, как и с Грузией. Ему не нужна Южная Осетия, ему нужна вся Грузия. Ему не нужна Транснистра, ему нужна вся Молдавия. Ему нужен мир желательно весь. Если он пошел войной, чтобы динацифицировать Украину, не допустить ее вступления в НАТО, еще чего-то, и получает ровно обратное, то это как бы его поражение. Но именно поэтому он не допустит такого варианта. Он не допустит того, что вот его оставят с ДНР, ЛНР и Крымом, Крымом, который нужно кормить, и который нужно еще 20 лет будет скармливать своему населению, как великую победу. Да, как бы. Вот Виталий Портников хорошо сказал такую вещь недавно, что даже если Украина вернется к границам 91-го года, а Россия продолжит ее обстреливать, как она обстреливает последние дни, уничтожив, например, созданный шведами совершенно цивильный мирный подшипниковый завод под Луцком, да, как бы уничтожая все, что в Украине есть еще от экономики. Ну, как бы, а какой толк возвращаться к каким-то границам, если по нам все равно продолжают бомбить. Поэтому, и это будет продолжаться. То есть Путину нельзя верить, мы же прекрасно знаем. Он вероломен, он любое соглашение, любую готовность на компромиссы воспринимает как слабость и приглашение к дальнейшей агрессии. Я согласен с тем же Портниковым, когда он говорит, что этого НАТО в обмен на территории не будет. Я согласен с другим известным журналистом Игорем Яковенко, который сказал, что это просто слишком сложная конструкция, чтобы ее осуществить. Я думаю, что украинское наступление будет продолжаться. Оно идет, оно идет, учитывая действительно всю трудность ситуации, диспаритет в вооружениях, то, что российских войск числено несколько больше. При этом украинцы теряют меньше народу, они двигаются медленно, они имеют дело с повсеместно заминированной землей, и при этом они умудряются что-то отвоевывать. И имеются планы, как зайти в Крым, как зайти в Донецк, как их удержать. И уж по крайней мере нужно дождаться, наверное, окончания теплого сезона в этом году, окончания осени, да, посмотреть, что Украина успеет отвоевать, чтобы возвращаться к каким-либо формулам переговоров, компромиссов и еще чего-то. Ну, я здесь считаю, что очень важный момент, который вы отметили, с Путиным нельзя договариваться, ему нельзя верить ни в чем, ни его слову, ни его подписи. И я неоднократно говорил в своей программе, что вообще его слушать не надо, потому что там ложь на лжи. Точно так же, как не нужно слушать Лаврова, точно так же, как не нужно слушать, там, Захарову, я не знаю, но там, это, в общем-то, это же официальные люди Российской Федерации, в которые просто лгут на каждом шагу. Все равно, что вот читать Медведева, Дмитрия, и считать, что вот это вот какая-то более-менее позиция, да, это сумасшествие, а не позиция, это бред, вот бред человека, который, ну, или много пьет, или просто когнитивные способности потеряны. Я считаю, что как раз речь идет, должна идти о том, что поскольку нельзя садиться за стол переговоров, ничего отдавать нельзя. Нужно как раз отвоевывать, и под Путиным, в общем-то, сейчас, я не могу сказать, что кресло не качается, наверное, какое-то покачивание есть. Если отобрать Крым, вернуть Крым, если вернуть части Запорожской и Херсонской области, я думаю, что это произведет сильное впечатление. Мало того, мы видим, что дроны летят на Москву и летят. Россияне начнут задумываться, элита российская начнет, может быть, как-то иначе себя вести. Главное сегодня освободиться от Путина. Пока мы не видим, каким образом это может произойти. Но пока и россияне не чувствуют там, только на территориях рядом с границей, они не чувствуют, что идет война. Где-нибудь в Сибири, в Москве только начали понимать, что, оказывается, это вот возможно. Да, оказывается... Рубль напомнил, в общем-то... Рубль замечательно, да. Рубль замечательно, да. Сколько там уже? 101 рубль стоит доллар. Это все ударяет по... Собственно, как бы у Путина и Реноме, такое репутация, такого царя, который все знает, что он делает, все идет по плану и так далее. Как только эта репутация начнет рушиться, мы же прекрасно знаем это высказывание, там, репутация строится всю жизнь, но потерять ее можно за одну секунду. В общем-то, вот потеря, потеря вот этих очевидных вещей для россиян, вот такого образа Путина, это может привести к катастрофе для него. Надо от него избавиться, и тогда действительно можно уже будет говорить, я не знаю насчет переговоров, но можно будет говорить с другим человеком, с другими людьми. Это могут быть люди, никто не гарантирует, ничуть не лучше Путина. Но опять-таки, сегодня Путин – это вот такой вот знак путинской России, путинского режима, ну а как может быть иначе? Алексей, вот то, что сказал Алекс, все-таки как-то усесться за стол и разговаривать с Россией. При всем при том, что он тут же добавил, там разговаривать не с кем. Нет на российской стороне ни одного представителя, с которым можно было бы вести переговоры. Как вы считаете, какие у вас замечания по этому поводу? Ну, замечания примерно… Алексей, а что у вас? У вас сейчас нет электричества, вы в темноте сидите. Я не в темноте, это у меня свет, свет так, солнце, сместилось солнце, и я оказался в контурсвете. Я, может, подвел вот так. Да, вот так вот, наверное, лучше будет. Да, да, да. Я думал, у вас света нет. Что, в общем-то, бывает. Но я против света оказался. Да, да, пожалуйста, мы вас слушаем. Вот. Я тут хочу сказать, что любые, действительно, любые переговоры, любые переговоры с Путиным, это разговор ни о чем сейчас. Он нарушает свое слово, и он нарушит свое слово. И тут нет никакого критерия, по которому можно было бы понять, можем мы ему доверять в этой ситуации или нет. Единственный, более-менее надежный вариант, это перенос войны на территорию России. Строго говоря, это то, что пытаются сейчас сделать Украина, удары дронов по Москве, попытки переноса войны в Белгородскую область. Вот эти вещи, может быть, действительно могут сработать. Но все-таки переговоры со следующим человеком, да, вот постпутинским человеком, они, мне кажется, будут более продуктивны, потому что уничтожение Украины это идея-фикс Путина. Не идея-фикс всего российского руководства. Да, оно подчинено Путину, оно полностью от него зависит. Но с его уходом, с его устранением, с большой долей вероятности уйдет и сама причина этой войны. Ее нет. Никакой другой причины, кроме личного интереса Путина, у этой войны нет. Я бы так сказал, личной ненависти к Украине. Это многолетняя ненависть, он ее подпитывается. Ну что, друзья, время подошло к концу. Алекс и Алексей, благодарю вас за участие в программе. Дамы и господа. Дамы и господа, время в передаче подошло к концу. Благодарю вас за внимание. Всего доброго, до встречи в эфире. До свидания.